Я очень сильно люблю тебя. Жить не могу я без тебя. Моя любимая еда. Действительно, к любой готовке нужно подходить иногда с творчеством и вдохновением. И сегодня мы будем готовить вкусно вместе с потрясающей Дарьей Лавровой. Привет и всем привет. Дарья Лаврова – эстрадная певица, вокальный коуч, лауреат международных и республиканских конкурсов, отличник культуры, отличник молодежной политики нашей республики, многодетная мама и любящая жена. Девиз на кухне – готовить быстро, вкусно и с любовью. Я очень долго думала, что нам приготовить. И, конечно же, так как я человек скоростной, реактивный, подобрала минимум ингредиентов и скоростные блюда, которые мы быстро-быстро приготовим. И, тем не менее, будет все очень вкусно. Да, главное, мне кажется, сейчас для каждой хозяйки важно, чтобы было быстро, вкусно, просто и полезно. Да. Ну, чуть-чуть про полезность, наверное, немножко чуть-чуть отойдем, потому что по блюдам творожная запеканка будет, салат, да, и молочный коктейль. Прям вот мороженое наше глыбой прям стоит в центре стола. И ждет. И ждет своего звездного часа. Начнем, наверное, с творожной запеканки, потому что пока она будет готовиться, мы сделаем салатик, молочный коктейль и все быстро, по времени успеем. Так, нам нужна посуда. Вот все, что нужно. Так, это растительное масло. Я реально волнуюсь, как это. Это у нас для теста. Это у нас тоже что-то мы здесь будем, очевидно, перемешивать. Скорее всего, это для теста, это для салата. Ничего, разберемся на месте. Так, и ложечки, чтобы мы... Для начала берем творожную массу. Да, пачку целую купила. Целую пачку купила. Чтобы не рекламировать, мы сразу ее... Сразу как надо сделали. Так, нужно будет добавить стакан молока. Вообще, этот рецепт мне... Я узнала у своей подруги. Когда я родила, бывало, что я заглядывала к ней на чаек, и она обязательно для меня готовила творожные запеканки. Там разные. Я хотела еще с ягодами, но там список, целый список ингредиентов. Я подумала, нет, надо что-то попроще. И я это уже дома готовила. Добавляем молоко. Моей семье эту запеканку люблю. Я и моя старшая дочка. А что, остальные? Остальные говорят, нет, мы этот творог не будем кушать. Все. Значит, на твоих, да, это... Да. Венчиком потом. Или сразу венчиком. Как думаешь? Давай сразу венчиком. Вот, посмотрите, у нас тут получилась такая интересная масса. Ее надо до какого состояния мешать? Ну, надо, чтобы размельчился весь творог. Добавим сахар на глаз. На глаз? Немного, но можно еще слаще. Но я считаю, что можно сделать сладкий чай и чуть менее сладкую творожную запеканку. Так, добавляем яйцо. Я вот перемешиваю, продолжаю перемешивать и добавляю. И в это время я добавляю яйцо. Я решила, что пусть будет два яйца. А вот яйцо, оно для чего нам, чтобы... Ну, чтобы консистенция такая... Ух ты! Все разбрызгала. Вот именно, чтобы она была однородной, мы добавляем яйцо. Пусть будет два. Да. Такой большой нож взяли мы с тобой. Прямо краешком чисто. Так, и потом добавляем, чтобы она не сильно вот такая жидкая была, мы добавляем муку. Но я хочу... У нас есть для муки специальная вот ситечка? Так, сейчас глянем. Тут что-то должно было быть похоже. Да, да, да. И конечно же, оно есть. О, отлично. Видишь, как все рядом. Давай мы чуть-чуть вот так сделаем. А зачем делают вот это? Мне кажется, я вот, например, когда готовлю, я вот это не добавляю. Потому что, мне кажется, это лишняя трата времени. Честно признаюсь, я тоже не добавляю, но для эстетики, для красоты я решила воспользоваться ситечкой. Поэтому я и забыла про нее. И говорю, надо бы что-то аккуратно сделать. Видите, как мы стараемся для вас, наши телезрители. Все должно быть эстетично, красиво. Давай я добавлю тоже энергию своей любви. Да. Вот мне кажется, женская энергия, она очень важна при готовке. Да, обязательно. И я не могу тебя не попросить не спеть. Надо спеть. Чтобы я спела, да? Вот, допустим, когда ты стоишь, готовишь, ты наверняка что-то поешь. Я в основном включаю свои песни, которые нужно выучить. Или просто для души включаю песню на разных языках. То, что по душе. На данный момент у меня очень хорошее настроение, а значит, нужно что-то веселое. Зажигательное. Зажигательное. Я знаю, я помню. Я знаю, я помню. Ну, мне кажется, еще чуть-чуть надо добавить, потому что она какая-то жидкая. Да, давай я тогда буду мешать. Давай, теперь твоя будет учить, а я... А песня, она вот как расслабляет, наверное, да? О, я вообще, даже когда очень сильно нервничаю, я говорю, надо пойти выступить, чтобы стресс этот снять. И просто бывает действительно что-то не успеваешь или что-то не получается. Идешь, выступаешь, и ты как будто опять новый человек. Опять готова что-то делать, творить. И просто понимаешь, что музыка и вообще творчество вдохновляет и мотивирует на что-то еще лучшее. Песня как медитация. Да. Вообще медитация слово такое... По-разному трактует, да? Даже когда ребенок слишком много плачет или что-то он делает, бибикает, бибикает, говорят, ребенок медитирует. Серьезно? Я даже не знала об этом. И даже говорят, что те, кто, например, занимаются каким-то определенным видом деятельности, да, пусть это низкочастотное что-то, что-то высокочастотное, обязательно говорят, что да, он медитирует. Оказывается, я вот недавно такое узнала. Давай мы сразу нужную температуру. Раньше, когда я всегда торопилась, бывало ставила на 220-200, и у меня бух, и вообще... А потом я поняла, что надо медленно, аккуратно, на 180 я ставлю температуру, и как она прогреется у нас, как пипикнет, мы поставим нашу запеканку в духовочку. Хорошо. Пока ты перемешиваешь, я намажу. Смотрите, какая у нас консистенция получается, она должна быть такая, без комочков, да? Да, без комочков, воздушная. Поэтому я обычно сразу... Мы что-то забыли про духовку. Сразу же ставлю духовку, чтобы тесто не успевало остыть, как и энергия. Мы же, когда в потоке, мы все приподняты, а потом сядем, и так и энергия тоже оседает. А как вот маме, творческой личности, как вот эту энергию все-таки восполнять постоянно? На данный момент я восполняю творчество своими проектами, да, например, онлайн концерты провожу в Инстаграме, выпуск новых песен, работа над альбомом. Или опять начинаешь мечтать про будущие сольные концерты, которые уже за год, за полгода там уже начинаешь планировать. И ты живешь этим состоянием и думаешь, боже, надо еще это сделать, тут подчеркнуть, там добавить. И это окрыляет и дает возможность очень сильно развиваться. Ну и стремиться уже к чему-то. Ну я уже точно поняла, что я без творчества точно не могу, и каждое участие в проекте, каждый выпуск песни даже для меня очень значим. Я надеюсь, что сегодняшняя съемка, сегодняшний выпуск вдохновит не только тебя на новое свершение, но и наших телезрительниц. Надеюсь, надеюсь. Мы тут немножечко намазали у нас растительным маслом. Да? Сейчас современными технологиями, мне кажется, девушкам легче что-то делать, создавать, быстренько готовить и так далее. И у меня вот у нас сделал такой вопрос. Очень часто девушки говорят, что нужно все быстро успеть, что-то сделать. Я из их числа. Да? Мне надо все успеть быстро. И даже мои друзья говорят, какая ты реактивная. Куда торопятся женщины? Только благодаря скорости можно, наверное, все успеть. Время такое. Но ты сейчас в декрете. Да. Но все равно ты что-то делаешь. Не можешь ты сидеть спокойно? Совсем не домоседка, потому что, ну, творческий человек на то и творческий. Он не может просто сидеть и ждать, когда дети подрастут. Одновременно, чтобы мои почитатели не забывали обо мне. Я, конечно, по капельке, там, год по несколько песен выпускаю. Но, тем не менее, для меня это кажется совсем мало, потому что я могла вложиться еще больше. Но то, что я сейчас делаю одновременно, это тоже приносит радость. И без этого я точно не смогу. Декрет не декрет, но в любом случае человек должен развиваться. То есть сильно деградировать, отставать тоже от времени, потом догонять еще сложнее будет. То есть это помогает оставаться на волне, оставаться, так скажем, в числе актуальных личностей. И сложно ли это дается? Ну, где-то сложно, когда действительно маленькие дети, и ты не всегда можешь быть в онлайне и так далее, да, в плане мероприятий через соцсети и так далее. Возникают мелкие проблемы, но это не столь важно. И если все регулировать и планировать, то, мне кажется, в принципе, несложно. Главное желание, потому что, когда мы сидим дома, мы уже привыкаем к тому, что мы сидим дома. Можно найти 100 причин отмазок, чтобы не выходить из дома. Поэтому, чтобы этого не было, ну, реально надо себя мотивировать какими-то проектами, какими-то событиями. Я, например, сейчас второго ребенка родила и пошла учиться в колледж, музыкальный колледж. Надо же. Я понимала, что мне будет сложно, да, но, тем не менее, мое желание, мое рвение профессионализму не помешало тому, чтобы я была уже в числе студентов. Сейчас я на третьем курсе, была уже в академическом отпуске, родила третьего ребенка. Бывает, я и на экзаменах хожу с детьми, и на занятия вообще, это просто дурдом, с двумя детьми заходишь. Ну, бывает, радуется, бывает, нет. Но мне самой тяжело в плане того, что я нормально не могу подготовиться. Это как можно сконцентрироваться, сидеть с детьми и тут же отвечать на вопросы или слушать там викторину. И надо угадать же правильно все это. Музыку, да? Да. Поэтому есть сложности, но думаю, что в будущем я буду вспоминать со смехом все это. Потому что догоню, перегоню и... Обгоню. И обгоню. Мне кажется, сейчас такое время еще, когда нужно уже отходить от этих стереотипов, что вот один раз отучилась и, собственно, работай. То есть развиваться в таком бешеном ритме нужно всегда. Обязательно. Иначе, иначе, я не знаю, ну, потому что зацикливаться только на одном. Мне кажется, сейчас человек должен быть многогранным. Он может развивать себя разносторонне. И, кстати, сегодня встретила одну знакомую, которая тоже пошла учиться в колледж. Ей вообще уже больше 40 лет. И я увидела ее, и мы так порадовались. Говорит, я уже отошла от той деятельности, которой я занималась. И сейчас с удовольствием вникаю уже в сферу культуры, музыки, в мир музыки. Я очень вдохновляюсь с такими людьми и хочу сказать о том, что, кажется, у нас уже все там готово. Прям в жар идет, да? Да, прям в жар идет. Почему не пипика это? Я не знаю. Давай, посмотрим. Мы же женщины, мы интуитивно все должны чувствовать. А тут уже за счет жара поняли, да? Да, да. Так, добавляем. Давай. Ой, я это все так делаю. Я так давно не готовила, честно. Надеюсь, получится. Но мы поколдуем, чтобы оно получилось. Надо еще спеть. Давай, пой, покой. Ласточки полетели, да? Да. Ла-ла-ла-ла-ла. Как в сказках. А вот, допустим, голос, он же есть у всех или вот есть те, которые действительно там... Ой, на самом деле все умеют петь. Просто очень много у людей тараканов в голове. Смотрите, какая у нас прелесть. Но недолго. Нам надо, чтобы она быстренько туда попала. Так, мне хочется вот это в верхнюю убрать тоже. Чтобы не... Вот и пипикнуло, да? Миссия доставить нашу запеканку в духовку выполнена. Так, надо засечь время, кстати. Так, ну-ка, сколько у нас? 0,3, ну где-то минут 20. Многие наши телезрительницы ждут всегда эту рубрику, потому что она называется «Продуктовая корзина». Здравствуйте, меня зовут Ольга, и я многодетная мама. Сегодня мы находимся в магазине Айгул, где будем закупаться на целую неделю продуктами. Вот наша большая корзина, и будем все сюда складывать. Моим малышам-двойняшкам Софии и Сереже в августе исполнился один годик. И мы без смеси, конечно, не можем. В Айгуле всегда покупаем нано. На недельку у нас хватает две банки, потому что мы кушаем утром и ночью. Здесь огромный выбор пюрешек. Так, есть овощные, фруктовые, есть двухкомпонентные пюре, которые сейчас мои дети с удовольствием кушают. На недельку я возьму где-то 14 банок пюре. Осень – самое лучшее время для заготовок и солений. И здесь огромный выбор всяких разных закусок вкусных. Я, например, возьму вот квашеную капусту. Вот еще выбрала капусту цветную, квашеную со свеклой. На прошлой неделе я нашла здесь самое настоящее молоко, которое хранится 45 суток. Это не порошковое молоко, фермерское подворье, ультрапастеризованное молоко. На неделю нам хватает, ну, три упаковки молока. Я готовлю обычно оладушки из этого молока, пироги и кашки. Каждую четверку у нас это рыбный день. Так пошло у нас с детства. И здесь мы обычно берем каждый раз по-разному. Сегодня вот у меня выбор пал на ряпушку. Я запеку их в духовке на следующей неделе. Так как я многодетная мамочка, у меня совсем маленькие дети, они не дают долго стоять у плиты. И в такие моменты мне помогают вот такие готовые колбаски или купаты. Мы вот взяли все детям да мужу, а я себе возьму кефир, потому что я его пью каждый день в 11 часов дня. Также здесь я решила взять филе индейки, потому что индейка такая же вкусная и полезная, как грудка курицы. И вот этой упаковки хватит на два обеда. Отличный вариант супов для малышей. Осенью начинаются домашние уютные вечера. После того, как уложили спать детишек, хочется с мужем посидеть и попить горячего чаю. Я рекомендую покупать здесь облепивку и заваривать самим вот такие вкусные и полезные чаи. Сыну-студенту нужно много питаться. Он любит у меня всякое мучное. Поэтому я готовлю ему из готового дрожжевого или бездрожжевого теста разные пирожки, пироги. К чаю захотелось что-то очень вкусное и сладкое. Я не могу себе отказать в удовольствии поесть шоколадку. Поэтому я сегодня выберу вот этот горький шоколад. Ну все, наша корзина уже полная. Мы купили все очень быстро. Я бы очень хотела, чтобы мои советы вам когда-то пригодились. Спасибо всем за внимание. Пока-пока. Так, давайте приступим к салату. Она называется «Битые огурцы». Битые огурцы, мне кажется, уже пахнет чем-то антистрессовым. Мы не будем избивать наши огурчики. Мы просто молоточком чуть-чуть. Об этом салате мы узнали буквально вот в сентябре, когда были с семьей в Москве, сходили в паназиатскую кухню и заказали вот этот салат. И нам очень понравился салат. И муж говорит, надо сфотографировать, надо дома приготовить. И вот он буквально в выходные съездил, купил приправы, да? То есть это кунжутное масло и какой-то уксус. Рисовый уксус, да-да-да. Рисовый уксус и кунжутное масло. Также пригодится нам чеснок, чили, острый перец и кинза. У нас, оказывается, в Якутске вообще зелени сейчас. Кинзы нету. Вообще нигде нету. Это что тогда? Ну, это сушеное. Но имеется в виду, свежей не было. Поэтому я взяла вот сушеную приправу кинзу. Пока я там кушала, пробовала этот салат, я не запомнила, какой формы они были. Потому что я вообще по жизни совсем невнимательная. Но я чисто вот зрительно запоминаю, на слух, там, музыка, что-то вот. То, что мне нужно, запоминаю и на вкус все это запоминаю. Так, теперь мы их, нам надо порезать. Кончики, пяточки. Потом посерединке. А, то есть мы их будем бить не в том состоянии, в котором они вот сейчас, да? Нет, конечно. Надо порезать? Ну, я думаю, надо напополам сделать огурчики и стручочки. Ну, я обычно вот всяко-разно. Как арбузик режу? Я уже, который выпуск, я очень сильно волнуюсь, когда что-то вырезаю. Не знаю, почему. Потому что хозяйки разные, у всех разные правила во время готовки. А, да-да-да. Да, и так боишься что-то сделать не так. Да все испортила. Давай быстро по новой продукту, да? А для тебя вот в готовке важно, чтобы все было идеально? О, я, да, в этом плане я чуть-чуть это, ну, есть свои определенные традиции даже в плане готовки. Поэтому, когда кто-то вмешивается, без спроса лучше не лезть. Ой, прости, пожалуйста, я уже стала... Ты зачем нарезала, да? Шучу, шучу, все хорошо. В данном случае я уже морально была готова, что ты у меня будешь рядом, поэтому я даже не задумывалась о том, что ты мне мешаешь. Ага, хорошо. Все нормально. Знаешь, я вот услышала твой преподавательский тон во время того, как ты вот говорила, сразу так, я настроилась сразу, что ты будешь рядом. Строгий ты как преподаватель? Ой, я применяю и кнут, и пряник. То есть я могу быть и строгой до поры до времени. Нет, точнее, до поры до времени доброй. Но если когда уже студент реально не понимает и не несет за себя ответственность, то, конечно, там уже применяем кнут. А кнут это вот... Ну, в плане замечаний и конкретных уже заданий. То есть я могу... Бывает же случай, когда студенту нужно пораньше сдать зачет и ехать куда-нибудь. Вот нет, если он не посещал нормально, то все по плану, все по графику, никаких уступок. Считай, мы тоже позволяем же многое. Ну, идем на встречу, поддерживаем их по возможности. Но если это действительно уважительная причина, то, конечно, тут и речи нет. Все понимаю. Ты сейчас в роли студента. И чувствуешь ли ты разницу? Да, конечно. Ну, мне приятно, что я в числе студентов, во-первых, да. И я стараюсь не допускать тех ошибок, которые допускали мои студенты. То есть просто без дела не пропускаю. То есть я очень ответственно отношусь к выбору своей профессии и вообще к дисциплинам, которые мы обучаемся, да. Стараюсь максимально вкладываться. И считаю, что все-таки, когда осознанно идешь учиться куда надо, там уже не может быть каких-то отклонений в плане ответственности и так далее. Все осознанно, все понятно. А есть какие-нибудь такие упражнения, ну, буквально там пару штучек, да, которые могут сейчас прямо вот телезрительницы сидя перед экраном повторить? Вот в плане бокала. А-а-а. Ну, обычно сидя это не делается. Вообще бокальные распевки всегда стоя делаются. И самое... Вообще я поняла, что очень много зажатости у людей. И даже когда рот открывают для пения, у них не открывается до конца. В этом плане я хочу посоветовать, что... Что бы я посоветовала? Ну-ка сейчас подумаю. Упражнений очень много на самом деле. Давай что-нибудь сделаем. А, ну, хотя бы просто погладить себя. Что? Для пения? Погладить? Даже есть такое. Так. Берешь, например, в основном у нас зажатость. И опускаем челюсть, да? Угу. Попробуй, не двигая челюстью, сказать ляга. 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 Вот так опусти, опусти вниз, еще шире. Ага. И лягай, скажи. А-а-а-а. Вот. Что происходит? Это очень забавно. Очень крутое упражнение. На самом деле, благодаря ему ты понимаешь, где как рот у тебя открывается. Ляга, 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 ляга. Жесть. Ничего себе. Ну и когда есть зажимчики, вот насчет поглаживания, да? То есть мы должны просто погладить себя. Нам надо вообще себя любить. Надо к себе относиться уважительно. И просто себя надо вот тут гладить, да? Где-то гладить. Ну здесь в основном, вот здесь тоже зажимчики есть. А тут ямочки даже есть. О, да, ямочки я чувствую. Вот смотрите, трогайте вот так вот ямочки здесь. Да. Ага. А-а-а. Все связано с ртом. Вот ямочки прям. А-а-а. А-а-а. И поглаживаешь чуть-чуть. А-а-а. Вот прям хорошо стало. Вот прям перед телевизором делать это упражнение. И в принципе, и можно, кстати, во время готовки тоже приседать, если что-то надо, да? И даже работать над дыханием, да? Живот набирать и выпускать этот шар. Вот хозяйка на самом деле может дома все успевать. О, конечно. И физические упражнения делать, и все на свете. Конечно, одновременно. Тем более женщина, она может и пока готовит уже и на сирку поставить, одновременно посуду мыть, пока что-то кипит. И много-много-много чего. Многозадачная должна быть. Вот я смотрю, ты так много чеснока добавляешь, очень любишь чеснок. Обожаю. Я тоже. Да? Я тоже очень люблю чеснок. Просто обычно чуть-чуть добавляют, я прям могу. А я что-то забыла, надо же этот специальный, который выжимает. Но я подумала, что лучше пусть кусочками. Да, пусть кусочками будет. Там тоже с кусочками было, поэтому все делаем по рецепту, все делаем по рецепту. Но иногда бывает добавляю, что-то убавляю, что-то прибавляю. Для того, чтобы избавиться от запаха чеснока, допустим, я вот люблю чесночок, и можно съесть руколы. Да, и все пропадет? Можно съесть руколы, но я не знаю, насколько там все пропадет, но... Ну я чувствую себя комфортно. Ну я чувствую себя потрясающе. Никто ничего мне не говорил, по крайней мере, после этого. После этого? Да. Так, теперь чили. Ну, наверное, немного? Да, немного. Иначе мы тут все сгорим. Да? Ты так на меня смотришь? За меня боишься, кажется. Конечно, боюсь. Главное, чтобы вот не было этих семян, да? Да. И тогда все будет нормально. Нормуль. Чуть-чуть сделаем. Но в прошлый раз у меня более-менее получилось. Надеюсь, сегодня получится. Потому что все ингредиенты есть. И надо пробовать на самом деле. Не надо бояться. Некоторые же говорят, ой, а вдруг не получится. У меня однажды был момент, когда один курс проходила в онлайне. И было задание сделать то, ну, приготовить какое-то блюдо или что-то сделать. И я приготовила заварные. Нет у меня таланта ни к тортикам. Ну, торт могу прям приложить максимум усилий, чтобы он получился. Но вот рискнула, заварные сделала. И что, как? Получились. И я такая, у-у-у, как круто. Такая счастливая была. Может, ты зря на себя наговариваешь? Может быть, это все-таки твое? Да ладно. Хотя у меня мама же пекарь к мучным. То есть булочки, батон, пирожки. Это все нормально. В плане вот такой изысканной. То есть это тортики, мафины и так далее. Это же все равно надо приложить очень аккуратно. Все это там кропотливо создавать, рисовать. Вот этого у меня пока нет. Может быть, будет. Потому что две девочки растут. И, скорее всего, мама, хотим тортик. Что-то, да. Конечно, будет тортик, да? Мне кажется, вот сейчас мы с тобой разговаривали, и у меня возникла такая идея. Иногда для того, чтобы поверить в себя, достаточно зайти на кухню, взять тот рецепт, которого ты боишься больше всего, и начать готовить. Просто начать. И тогда появится возможность себя лишний раз похвалить. Ну, конечно. Давай соли добавим чуть-чуть. Давай. Так, давай я буду слить, не говори. Так. Я аж покраснела, как будто. Да? Да, есть такое? Да нет, аж, ты смутилась? Нет, я не волнуюсь. На самом деле, общаемся так открыто, поэтому может... Ой, все, все, все. Так, давай добавим уксуса. Давай. Вот в этом плане я же... Меня же не было на кухне, когда готовили этот салат. Поэтому все на глаз же, на глаз, моя солнышка. А сейчас я предлагаю прерваться на небольшую рекламу. Ну, раз мы с тобой так откровенно разговариваем, может быть, приступим к самым пикантным личным темам. О-о-о-о, ну давай попробуем. Как женщине создавать баланс между отношением, допустим, с супругом и детьми? Очень хороший вопрос задала. Вообще у каждого человека... Ну, есть семь сфер, да? В жизни каждого человека это отношения. Ой, отношения, духовное развитие, красота, здоровье, отдых, путешествия, карьера. Еще что у нас тут? Ну, материальная сторона. Чтобы все было в балансе, это, конечно, нужно правильно распределить свой пирог времени. Да? Такие вещи, говорю, да, которые вообще непонятны, да? Пирог времени, ну это очень интересно. Пирог времени, то есть каждый человек, когда каждый день, он должен планировать примерно, сколько он времени на себя уделяет, на семью, на сон. Сон, например, максимум 8 часов, да, сутки мы должны. Как день начинаться должен, то есть мы в 6 утра должны вставать, без суеты просыпаться и так далее. В отношениях тоже гармонизировать. Обязательно в неделю один раз выбрать день семьи, чтобы семья не чувствовала себя ущемленной, тем более в нашей профессии. Мы все время заняты, мы все время где-то, где-то что-то. Поэтому, чтобы такого не было, конечно, лучше все это очень грамотно сформулировать, распределить по времени. Я буквально весной этому научилась, хотя до рождения моих девочек я всегда, всегда все успевала, честно говорю. Даже очень мобильная была, очень ответственная. Потом после рождения детей у меня очень нестабильно стало, в плане того, что я не могла гарантировать свое присутствие, вдруг ребенок заболеет или какие-то другие ситуации, да? Поэтому в этом плане я очень сильно расклеилась и весной прошла тоже очень крутую программу, где меня реально по всем сферам на десятибальную шкалу подняли. И я такая, оп, теперь я понимаю, что у меня есть свой пирог времени, у меня есть свои границы, что я могу допустить, где-то снимаю значимость, где-то она проявляется. И все, это надо регулировать и все время не забывать об этом, балансе держать, тогда все нормально будет. И у творческих людей бывает такое, что в творчестве очень хорошо, а в семье баланса нет. Успех идет, а у тебя в семье никто тебя не может понять, что происходит, почему мама постоянно занята, почему мамы почему-то рядом нету, да? Поэтому, чтобы такого не было, конечно, я в первую очередь очень много времени уделяю. Если я дома все не сделала, то мне лучше не выходить, как говорится. Поэтому я должна вначале все дома сделать, чтобы в семье было комфортно, уютно, и потом уже мои дела творческие. То есть приоритеты расставлены очень грамотно для тебя, и всех все сейчас устраивает? Пока да, потому что я больше по уходу. Если я выйду на основную работу, конечно, будет всем тяжко. Я вообще думаю, что к тому времени я уже буду морально готова и тоже правильно распределю свой распорядок дня. Буду каждый день планировать, что мне делать. Я даже забыла, как заводить свой дневник. До декрета, конечно, у меня был большой блокнот, где каждый день я записывала кучу дел, все там прям по времени прям укладывалось. Потом у меня расклеилось все, я там где-то в заметках записываю, то есть все, и сейчас я опять вернулась. Ну вот с весны я вернулась и опять же все заземляю. А ты слышала, что даже у человека все прям в балансе должно быть даже в стихиях? То есть вода, огонь, земля, воздух, это все должно быть в человеке. А как это сделать? Вот, например, каждый человек, когда утром просыпается, он должен проснуться в 6 утра. В 6 утра мы должны просыпаться, это мы пробуждаем стихию воздуха. Ух ты! Ой, давайте мы покажем, смотрите, как у нас тут уже поднялось. Не открываем, да? Нельзя пока открывать. Посмотрите, как красиво поднялось. Это не лопнет? Нет, не лопнет. Он поток так сдуется, что он особо некрасивый будет, когда приготовится. Главное, что вкусный. Да, это точно. Каждое утро мы в 6 утра просыпаемся, чтобы пробудить стихию воздух. Потом мы идем работать, целый день что-то творим. Это стихия огонь. Вечером, приходя домой, мы все это должны заземлить, закрепить все, что мы сделали за день. А как? Мы можем закрепить, например, я заземляю за счет каких-то благодарностей, например, за то, что я за весь день что-то сделала. Я обязательно подмечаю, выделяю что-то лучшее, что произошло за день. Бывают люди все время замечают плохое, да? Ой, где-то крышу снесло-то. А я, наоборот, стараюсь замечать только чудеса, волшебности, которые происходят. Где-то записи на стенах. Ну, что-то волшебное ищу постоянно. И вот это вот заземляю, и вечером, приняв душ, я и ложусь спать. Это стихия, вода. И все. Здорово. Все. Все. Ой, я что-то сделала, ребят, ну, мои хорошие. Сильно не судите, но что-то, мне кажется, посуда у нас не та. Шучу, шучу. Мы можем поменять. Если что, мы можем вот сюда переложить. Мне кажется, тогда будет удобнее их отбивать. А потом давай попробуем. Давай попробуем. Ничего страшного, мы тут экспериментируем все. Ты, Майя, вообще любишь, хорошо успокаиваешь. Да я просто сама-то особо, вот когда готовлю, я, например, сама не заморачиваюсь. То есть я стараюсь, ну, быстренько-быстренько что-то приготовила, быстренько нарезала. Вот главное, чтобы это было действительно вкусно и с душой. Потому что я вижу же, что ты стараешься, и мы сейчас с ним стараемся. Значит, это не может получиться невкусно. Вот именно. Ну, она же как в маринаде должна быть, тем более рисовый уксус он замаринует сейчас, и через какое-то время он лучше станет, в любом случае. И даже мне муж всегда говорит, если у тебя плохое настроение, не готовь, пожалуйста. Почему? Потому что от настроения тоже зависит, насколько она вкусная получится. Поэтому готовим всегда в хорошем настроении. С песней. С песней. Что-то мы мало так попели, да? Всегда готовим с настроением. С хорошим настроением, с позитивным настроем на вкусность, на полезность этого блюда. Ну, я поняла, что как раз в том салате огурцы вот именно, видимо, сок этот огуречный весь взбивали. И все нормально. А я думала, мы прям будем их вот так колбасить. Я так этого ждала. Оказывается, он тихонечко, легонечко. А я тебе посоветую один еще упражнение одно, да? Вот надо порекомендовали носить с собой платочек. Зачем? Ну, бывает, люди нервничают сильно и вот не знают, ну, хочется все высказать. Но надо же все это как-то этично передать. Поэтому для этого нужно вот это полотенце прям где-нибудь там помять. И выйти. Побить, как ты говоришь, побить что-нибудь там, да? И все спокойное, без всяких ссор, со спокойным тоном можешь разобраться в своей ситуации возникшей. Это очень хороший совет, мне кажется. Потому что действительно в нашем мире много напряжения. Очень. Особенно с появлением гаджетов и так далее. То есть мы постоянно сидим в телефонах и не можем зациклиться на настоящем, прочувствовать его нормально. Поэтому кажется, что время куда-то бежит, 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 невозможно отдохнуть. И от этого возникает напряжение. Да, есть такое. Мне кажется, достаточно. Я так... Мы так с запеканкой не возились, как с этими огурцами. Это салат, который вообще никто не делал, да? Да. Соус закинем. Обратно сюда? Обратно. Может, вылетит? Нет, это же соус. А, я думала, вылить нужно. Не, не, не. Не, не надо, да. Не надо. Мне кажется, я огурцы чуть побольше сделала, что ли. Ладно. Всегда можно добавить битые огурцы от Дарьи Лавровой. И тогда уже ты какой-то устоявшийся рецепт переделываешь под себя, и уже с профессионализмом так надо резать. Я думаю, к следующей передаче мы с тобой уже битые огурцы с чем-то сделаем. Может, даже с сыром. Да, кстати, у меня тут есть сыр. Но я думаю, сегодня мы не будем экспериментировать. Сегодня не будем, но он очень вкусный. Я представляю. Он прям шикарный. Он шикарный. Я вот, знаешь, я всегда добавляю сыр в пиццу. Прям побольше люблю. Я прям очень люблю, когда я ее много. Что у нас даже вкусовые эти качества похожи. Ты же любишь джаз. Я тоже люблю джаз. Кстати, я помню, как ты пришла на проект. Как красиво ты пела. Боже мой. Спасибо. И такие композиции. Это из какого репертуара? Чей репертуар был? Ой, я даже не помню. Я уже давно так не пою, что, мне кажется, после этой передачи, наверное, запою. Ты меня прям вдохновишь. Да, я люблю вдохновлять, потому что, ну, как чувствую, так и говорю. И если видишь в человеке талант, когда смотрю даже твои передачи, выступления, мне всегда вот откликается твое выступление. Спасибо большое. Ну что же, наверное, я скоро запою тогда. Давай сейчас что-нибудь споем вместе. Ай, что споем? Какие у тебя любимые исполнители? Он мой волшебник, он мой сон, самый вкусный шоколад, он мой ангел, он мой сон, он нужен всем, нужен он, неземной он, как вода, буду пить его всегда, лишь о нём мечтаю я, он самый лучший для меня. И всё равно у нас что-то было про еду. Что-то я там всем ещё сказала, да? Для меня. Так, ну вот у нас, мне кажется, уже для тебя огурцы. Эх, так, ну давай коктейль тогда сделаем, пусть он замаринуется, мы тебе желаем самой вкусности. Да, будь самым вкусным. Сильно, не сильно острым. Так интересно, в первый раз я с блюдом разговариваю. Да? Давай поговорим. Будь самым вкусным салатиком. Самым запоминающимся среди всех передач. Да. Надо, наверное, уже вытаскивать. Ну что, будем? А ты говорила, что он должен упасть чуть-чуть. Не-не-не, когда он выйдет, упадёт. А под давлением температуры он так и будет. Воздушный весь такой, лёгкий. Всегда же так. Я думала, что салат будет, ну, салат получится больше всех. А в итоге запеканка получилась. Представляешь? Да вот всегда. Поэтому надо снять значимость, делать как есть. Ой, смотри, он уже сдувается. Он воздушный. Он уже творожный, поэтому он такой должен быть. Видишь, он сдувается. Сейчас засядет. Красота какая. Тесто быстренько сделали, добавили. 20 минут прошло, и уже такая красота на столе. Видишь, вон красота пропадает. Ну ничего. Ну, мне кажется, всегда дизайн, потом декорация там. А пахнет-то как, а? Господи. Знаете, такой аромат. Давай попробуем описать этот аромат. Прям домашнее всё. Да, вот знаете, когда заходишь, наверное, к бабушке, после того, как погулял, вот после того, как на улице порезвился в детстве, погулял, и в доме вот такой вот аромат. Да, аромат, аромат выпечки. Прям сразу реклама такая, домик в деревне. Да, да, да. Блюда у нас сегодня простые, очень вкусные. А продолжим мы готовить сразу после рекламы. А сейчас у нас время лайфхаков. Итак, сегодня я вам расскажу про то, как правильно хранить горбушу. Для начала нужно избежать соседства с другой свежей рыбой. Старайтесь горбушу вынимать из морозилки только тогда, когда вы точно её приготовите. А для того, чтобы она сохраняла свои вкусовые свойства, достаточно посолить её, а затем можно её завернуть в хлопчатобумажную ткань и положить в холодильник. А для того, чтобы она была сочная, при первом же приготовлении нужно добавить немножечко лимонного сока. И тогда она будет безумно вкусной. У нас уже почти готово два блюда. Да. И у нас остался коктейль. Коктейльчик остался. Даже мороженое как у нас подтаяло. Здорово. Очень хорошо. Отлично. Оно должно было так и подтаять. Да, всё равно мы в блендере её. Половину в блендер, поэтому ничего страшного. Время пролетело незаметно. Вот прям действительно за беседой, за пением, за танцами, за прекрасными мастер-классами время пролетело незаметно. Это точно. Мне кажется, надо их подвинуть, чтобы все видели, как мы потрясающе будем резать. Какое у нас большое мороженое, да? Прям на всю съёмочную команду хватит. Оу! Да. Но мы используем только половину, скорее всего. Да. Потому что много не надо. Вообще этот коктейль мы сами придумали. Летом, когда жара, у нас старшая дочка всё время просила, давайте купим смузи, смузи, смузи. И мы подумали, что мало ли что там добавляют, надо сделать свой детский коктейль дома. Что по вечерам, когда жарко, всё это мы пробовали. И вот она до сих пор просит, чтобы я по вечерам также готовила. Берём молоко, да, степень жирности определяйте сами, мы обычно 2,5% жирности. Ну, так как мы немного делаем, мы берём только столько. Всё по-простому. Можно, можно, так, отсюда мы сразу, наверное, всю жидко сюда. Вот тебе и молоко, да, побольше. Сливок. И вот так вот. Да. Главное, чтобы не плюхнулось. На тебе есть фартук, если что. О, всё. Изобретательность на кухне – это важно. О, это точно. Так. И вообще я решила, что нужно сделать попроще, чтобы каждый мог приготовить. И по-быстрому, по-быстрому, чтобы время экономить, время всегда против нас. Ты горишь быстро-быстро, я вот начинаю светиться сразу, как сказали слово. Нет, чтобы принеси. Да, окей, окей, куда? Давай, бананчик ты будешь резать. А так можно вместо банана, например, топпинг ягодный. Мы ягодный любим. Ну, на вкус. Вот так как дети любят банан, мы добавляем банан. А мне как резать лучше? Хоть как. Мы всё равно их сюда добавим. А, это же смузи. Я тут распереживалась. Какие узорчики сделать, звёздочку или цветочек, да? Как всё просто им. Да, всё. И добавляем бананчик. Ой, ой. Обычно, когда сильно заморожено мороженое из морозилки, то он получается каким-то густым, и мороженое не успевает подтаять, и он густой получается. Ну, у нас он. Он тоже торопится, видимо. Всё нормально. Ой, мамочки, да? Почему? Он так засасывает прям очень сильный блендер. Может, мне скорость надо было поменять? Так, давай-ка тут разберёмся. Вот так. Боже мой, я на максималке была? Да. Ой, это любое дело. Вот это спокойнее. Даже блендер подстроился под меня, да? Скорость, скорость, скорость. Быстрей, быстрей, быстрей. Всё. Всё, коктейль готов. Всё просто, скажи. Очень просто, быстро, вкусно. Дети довольны. Конечно. Тем более, когда маленькие дети, они же не умеют ждать. Детям нужно здесь и сейчас. Сейчас, если мама там очень медлительно что-то делает, там такой ур будет стоять. Ё-моё-ё. Смотри, вон запеканка какая у нас. Прям как будто по отдельности, да? Тесто само по себе. Дно само по себе и верхушка. Она такая очень мягкая, похожа чем-то на блинчик, да? Да. Похожа на огромный такой блинчик. Блинище. Блинище, да. Вот так чуть-чуть поможем, потому что лопаточка какая-то неудобная. Да ничего. Если что, можно попросту. Чтоб не порвалась. О-о-о! Замечательно. Как маска. Я знаю лайфхак. Я же забыла о нём сказать. Для того, чтобы выпечка не прилипала и легко переворачивалась, нужно перед тем, как готовить... Манную муку? Да. Манную крупу? Да. Манную крупу добавить чуть-чуть и всё. И тогда она легко и очень просто, собственно, отделяется. Кстати, мы забыли про неё. Ну, ничего. Зато сейчас вспомнили. И здорово. И напомнили нашим зрителям, что без неё уж никак, да? Да. Хочешь порезать? Давай. Я боюсь. А вдруг у неё получится неопрестить? Получится. Так. Ну, давай. А как её нарезать? Как тортик. Как тортик, но хорошо. Вкусный. Это всегда так ответственная у меня ассоциация, как будто я... У меня сейчас день рождения. Как потрясающе. У тебя, наверное, супруг вообще радуется, что ты поёшь. Не знаю. Как это? У меня все поют дома. А, серьёзно? Все поют? Даже маленькие мои девочки, они все поют, ходят и поют, поют, поют. Он говорит, боже мой. В моей семье все поют, кроме меня. Даже маленькая ходит, что-то там напевает. Поэтому, да. Конечно, он счастлив, что такая творческая. А он ничего не говорит по поводу того, что ты постоянно вот быстро, разве не так? Конечно, говорит. А как ты его успеваешь? Мужчинам же хочется, чтобы женщина была дома, создавала уют. Но если даже ты творческий человек, ты тоже можешь создавать уют. Но при этом... Он пока, конечно, много говорит на эту тему, но я даю понять, что я без творчества не смогу жить. Я именно знаю своё предназначение, что именно благодаря сцене я буду жить. Я как солнце должна сиять, дарить людям радость и себя восполнять. Поэтому никак, никак без неё. И как ты ему об этом говоришь? Может быть, есть какие-нибудь такие лайфхаки? Ты как уже достаточно опытная в этом плане женщина. Может, ты дашь мне пару уроков, как можно сделать так, чтобы попросить ей... И безболезненно было, да? Да, да. Ну, обычно женщины включают кошечку и говорят, ну, милый, ну как я без сцены? Мне же это надо. Ты же знаешь, как мне нравится петь. Ты сам говоришь, что у меня глаза горят, когда я пою. И он такой, началось, говорит, утром в деревне, да? Поэтому, в принципе, ну, больше мудрости надо проявлять. Вроде бы соглашаться, но и делать всё пословно. А какие у меня... А вот как-то так получилось, вот как-то так делать вид, что, ой, оказывается, получилось сделать, да? Ой, ну здорово, я не ожидала. Вот как-то наивность включить. Большее обаяние, женственности, мудрости женской. Многое, конечно, придётся услышать свой адрес, пока человек не поймёт, что действительно человек не сойдёт с пути, и он будет заниматься тем, что хочет. Поэтому идти вперёд, потихоньку капать свои желания, говорить, намекать. Что бы ты изменила в себе в прошлом, допустим, той вот молоденькой Даши? Что бы ты сказала, ну, вот в плане отношений именно? Обязательно границы должны быть чёткие. Не обязательно ты должна войти в его эгрегор и всё, жить только им. У тебя тоже должны быть свои цели, задачи. То есть своё направление, своё хобби, своё увлечение, своё я. Не обязательно быть только его любимой женщиной, но при этом быть интересной ему и себе. Поэтому отстаивать свою точку зрения, быть всегда, ну, не подавлять свои желания. Как чувствуешь, так и потихоньку говорить и настраивать, что, возможно, дорогой я всё-таки буду творческой женщиной. То есть, ну, по всей жизни, ну, в течение всей жизни буду посвящать себя в сфере музыки. Многие девушки, они, когда только начинают, ну, вступать в отношения, они хотят проявить свою хозяйственность, начинают готовить пироги, убираться. Как ты к этому относишься? И я такой же была. И я такой же была. Всё для него. Боже мой, надо же всё приготовить. Утром там вкусненько пораньше встать, уже красиво я там всё сделала. Выходные выступать. Нет-нет-нет, выступать нет. Мы вместе проведём время. Всё-всё-всё. Потом понимаешь, что всё равно у тебя должны быть тоже свои интересы, которые ты должен тоже не забывать о себе. Поэтому всё-таки я слышала где-то, что женщина, когда выходила замуж, сразу мужу сказала, у меня есть свой день, четверг. В этот день я посвящаю своим подругам. Либо я хожу там в спа-процедуры. И она говорила, когда я... Ну, я сильно его любила, и мне не хотелось в этот четверг выходить, потому что я хотела больше времени проводить с ним. А я потом говорила, нет, ты всё равно сегодня должна выйти из дома. И вот так она каждый раз выходила по четвергам, посещала этот день себе. И сейчас она... Ну, идиллия в доме. Потому что она и сама отдыхает, восполняет себя, и в отношениях всё хорошо. И муж принимает её уже с её правилами изначально. Как личность должна быть женщина в первую очередь. Равноправие должно быть. И каждый должен учитывать пожелания друг друга и как-то уважительно относиться. А самое главное, это, конечно же, вкусно кормить всех домочадцев. И сейчас, я думаю, самое время попробовать то, что мы приготовили. Интересно, как они получились. Давай снизу возьмём, чтобы там оно в соусе же лежало. Ну-ка, давай, пробуй-ка тоже. Интересно. Чесночок даёт такой прям аромат, что ли. Если бы ещё была бы свежая кинза, и вот у нас в Якутске я ещё не нашла соус чили. Если бы он ещё был, наверное, бы. А так, в целом, неплохо. Очень даже неплохо. Вот ты всё переживала, переживала. На самом деле, мне кажется, получилось очень вкусненько. Дальше давай. Он так манит нас, прям манит. Давай, по кусочку положу. Давай. У нас какие-то большие кусочки получились. Можно сразу молочным коктейлем запивать. Как думаешь? Да, мне тоже кажется. Ммм. Он вообще классно получился. Я обожаю творог. Он был самым последним в моём рецепте. Буквально сегодня я решила, что будем готовить творожную запеканку. Ну что, попробуем теперь молочный коктейль или смузи. Как это правильно назвать? Молочный коктейль с бананом. Молочный коктейль с бананом. Ну-ка. Ммм. Такой мягкий, воздушный. Легкий, да? Да, мне кажется, мы дразним операторов. Такие простые, вкусные и очень необычные блюда, которые теперь будут в арсенале у многих хозяек нашей республики. Да, да, да. На этом всё. Пока-пока. До встречи. Ждите новых рецептов.